Мероприемства с на годы 75-й годовины вызволения Добруша открываются акции «Молитва за мир». В ровно в 9 годинах ранится во всех православных храмах района починается святочное богослужение. Настоятель прихода храма святого благочинного князя Олега Бранскаха Иерей Алексей каже, что это особливая служба у сучастом в свете шмат военных конфликтов, поэтому молиться за мир необходимо особливо отбайно, как мы можем больше часто. Каждодневно, ежеминутно, ежесекундно. Ведь, учитывая, сколько в мире распри, раздоров, все-таки хотелось бы, чтобы она исходила от каждого человека и, в первую очередь, от чистого сердца. Эту братскую могилу по рашению тагачастных местовых владов створили в 1949-м, коли сюды перенесли останки червонармейцев с некаких инжих местов. В 1960-м усталевали скульптуру солдата, в 92-м плиты с именами загинувших. Правда, тогда докладно ведали только коляста прозвища, дякую чепотшуковой работе, теперь невядомых не засталося. На гранитных плитах именные войсковые звания у этих 286-ти похованных в этом месте написать полную историю Великой Ачины, на сторонках, якой можно будет рассказать об у всех удельниках, задача непростая. Обрача воинских похований у червонармейцев, которые загинули подчас Великой Ачины, на Дубровской земле, шматрит таких вспомников. Михаил Афоненко, 1797 года народжения, это прозывный взрос, и он помер в 1951-м, что мы ведаем об этом человеку и о его укладе в огоньную перемогу. В обучении маловядомых сторон Великой Ачины головная задача громадско-патриотичной акции «Зародный край». Двери с ним минулого года, местовая молодь займалась доследшей деятельностью. Супрацовники районной больницы собирали информацию об военных шпиталях, которые находились на Дубровской земле. Местовый коммунальник зарабил документальный фильм об протезанском руху, а лицей – электронную версию географии войсковых похований. Мы считаем, что эта акция очень актуальна, так как мало кто знает, вернее, в основном люди знают о Великой Ачинской войне общую информацию какую-то. Но мало кто знает, как проходило освобождение, как проходили бои у себя в Малой Родине, то есть возле своего дома, на своей улице. И еще одна акция, накереванная на захование памяти об удельниках Великой Ачины, у Готмалой Родимы, у Добржи, почали открытие мемориальных дошек на улицах, икея названы именными героев. 17-годовая уроженка Добржа Рима Шаршнева подчас находжение в партизанском отраде закрыла своим телом абразуру ворожьего ДОТа. Девчина пасмиротно узнагороджена орденом Червоного Сяга. Добрушанин Илья Уласенко звание Героя Советского Союза отремал за форсирование Днепра в районе Киева. Войсковую службу закончил у звания генерал-майора. Еще у нас есть улица снящая имена Героя Советского Союза Романова. Он у нас работал на бумажной фабрике Героя Советского Союза. И Полина Осипенко за беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток улица тоже на что имя. Вот хотим до конца года эту работу завершить. Сярод запланованных на этот день мероприемцев, прием ветеранов, займая одно из центральных местов. Сегодня в Добржском районе их заставалось всего 24, и не все с доли не прийти на свято. По дарунке слово веншавание и концертное номери 75 годов тому Добрж стал пятым районным центром Гомельской области, який был вызванен от нацистских захопников.